Братья и сестры, вот уже Виктор Николаевич отметил такую мысль, что Бог удивительным образом заботится о наших бессмертных душах. Вот я замечаю так, что в последнее время через проповедников Господь предупреждает, какие опасности нас подстерегать могут на пути вечность. Ну вот некоторые такие темы, которые освещали в последнее время братья. Бесчинство. Мы слышали проповедь, брат говорил о том, что как может проявляться бесчинство в нашей жизни. Затем, игра в христианство из-за нашей сытой жизни. То есть мы можем, как израильский народ, после того, как утолили свои, скажем так, физические потребности, да, начали играть. И вот еще одна мысль такая, что опасность забыть Господа из-за благоденствия. Это тоже одна из опасностей, которая может нас подстерегать на пути следования за Господом. Я вот прочитаю одно место. Дети, я хочу провести для вас экзамен. Но экзамен не просто, вы ответили и все, я вам дам приз. Есть у меня здесь приз, который может получить каждый. Даже можно два приза получить. Ну одному как-то будет, если один получил, будет не очень справедливо, да. Второй хотел ответить, но у меня есть и второй приз, даже третий. Я попрошу братьев, чтобы они не высвечивали место священного писания, которое я буду прочитать. А вопрос будет такой. Я сейчас прочитаю второе полустишье этого стиха. И нужно будет ответить, кто кому говорил и при каких событиях это происходило. И это будет темой моей проповеди. Вот внимательно слушайте, кто хочет получить приз, тот должен очень внимательно слушать. Значит, если ошибся, ну приза не получишь. Ибо непокорность, или даже выше прочитаю. Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Вот такой вопрос. Если не ответят дети, спросим подростков. А ну-ка, Григорий, есть уже у тебя ответ. Да, ну скажи, пожалуйста. Самуил Саулу. Ну а при каких условиях? Правильно, ты сказал уже, ну на пол приза уже заработал. Молодец. Это Самуил сказал Саулу. А при каких условиях, Григорий, вспомни? Ну да, заклятое взял. Кто еще помнит эту историю? Григорий, ну потом подойдешь ко мне, ты просто далеко сидишь. Я думаю, что приз не потерялся, пока к тебе идти будет у кого-то в кармане. Поэтому это все правильно Гриша ответил. Что это сказал Самуил Саулу в тот момент, когда он проявил непослушание. Братья и сестры, дети, подростки, молодежь. Я хотел бы сегодня вместе с вами, перед нашей молитвой, поговорить о непослушании. И соответственно о послушании. Значит, приз я сказал же попозже дам, потому что он может не дойти туда. Здесь Николай Николаевич переживает за приз, но все нормально, поправляет, хорошо. В самой первой книге Библии в бытие мы с вами встречаем повеление от Бога для первого человека, сотворенного Адама. И вот Бог начинает свои строить отношения с человеком через послушание. Вообще, что такое послушание? Ну вот чтобы так кратенько, чтобы детям было понятно, это способность подчинить свою воле другой воле или воле другого. Вот такое простое определение, что такое послушание. И вот с первых моментов, или так скажем, с первых дней жизни, или сотворения Адама, Бог строит с ним отношения через послушание и говорит, что от послушания зависит твоя будущность. В книге Бытие во 2 главе 17 стихом мы читаем о том, что если ты проявишь послушание, значит будет хорошо. Не проявишь послушание, значит будет не очень хорошо. И вот человек, мы видим, что обольщенный дьяволом, врагом душ человеческих, все-таки проявляет непослушание. И апостол Павел в послании к римлянам говорит такие слова, что непослушанием одного, вот одного человека, грех вошел в мир. Все, один Адам не послушался, и грех, ну вначале Ева, потом Адам, и грех вошел в мир непослушанием одного. И теперь мы все, все без исключения люди, которые приходят на планету Земля, рождаются здесь, все рождаемся грешниками и непослушными. Все-все. Нету такого, который бы сказал, я не грешник, и я послушный. И теперь нам, нам нужно проявлять усилия для того, чтобы подчинить свою волю воле другого. Мальчики, девочки, понятно, что такое послушание? Это моя способность подчиниться воле другого человека. Ну, мы сейчас рассмотрим, в каких сферах нашей жизни мы должны проявлять послушание. Вот первое, первое для детей. Бог дает прямое повеление для всех детей. Дети, повинуйтесь своим родителям Господи. И там еще много мест есть. Вот первое такое повеление, которое Господь дает детям. Дети, повинуйтесь своим родителям Господи. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Это тоже для детей повеление. Кстати, для родителей такая мысль. Если мы не останавливаем непослушание, ну, а как потом механизм остановки непослушания чуть позже коснусь, значит, мы способствуем тому, что дети наши вырастают своевольными, и у них будет много проблем в жизни. Когда мы не ставим заслон непослушанию. Значит, один из признаков последнего времени, последнего времени будет такое, наверное, знаете, братья и сестры, ну, всеобщее неповиновение. Апостол Павел в послании к Тимофею говорит, что в последние дни наступят времена тяжкие. И одна из тяжестей будет заключаться в том, что непокорны будут родителям. Вот такая вот тяжесть будет, ну, я так думаю, это, наверное, какое-то такое всеобщее будет непослушание. И сохрани, Господь, детей наших, чтобы они, ну, попадали в эту категорию, да, непокорных детей. Следующая, ну, как бы сфера, где уже взрослые должны проявлять послушание, да, это наши семьи. Ну, вот Слово Божие конкретно говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям. Почему так? Ну, потому что из двух взрослых людей Господь захотел так, чтобы кто-то взял на себя ответственность. И это мужчина. Сестры, когда вы подчиняетесь, повинуетесь мужьям, то на нем лежит ответственность за ваше духовное воспитание. И как только вы выходите из повиновения, значит, вы берете ответственность на себя. Братья, а на нас еще больше лежит ответственность. Вот на нас лежит ответственность за воспитание всей семьи. И думаю, что это колоссальная ответственность. Нам же когда-то нужно будет встретиться с Богом. и каждому дать отчет. Мы что-то должны будем ему сказать. Он спросит про нашу семью. Мы дадим ему какой-то ответ. И как хорошо, когда этот ответ полностью Господа удовлетворит. Вот послушание Богу, братья и сестры, оно выражается в обычных простых вещах. Вот сегодня братья уже говорили о том, что в чем выражается послушание Богу утром на собрании. В исполнении заповедей Бога. В служении Ему. То есть это вот наша такая повседневная, быденная жизнь. Вот апостол Иоанн говорит такие слова в одном из своих посланий, что если я говорю, что я познал Бога, а заповеди Его не соблюдаю, то значит я лжец. И потом еще подобная мысль в следующей главе говорит о том, что если я говорю, что я люблю Бога, а брата свою ненавижу, то тоже я говорю неправду. То есть вот послушание Богу выражается в том, чтобы исполнять Его заповеди. Это вот где мы должны с вами проявлять такая сфера послушания. Братья и сестры, мы должны послушание проявлять в церкви. Ну мы же с вами дети Божии, рожденные свыше. И вот принимаем какие-то решения. И хорошо, когда вот мое решение или моя позиция, да, совпадает с решением церкви. Подчиняться в принципе легко. А что делать, если я не согласен? Ну может быть такой же момент, да, что я с решением церкви не согласен. А здесь и нужно подчинение. Вот именно подчинение в том и будет заключаться, что я свою волю согласовываю с волей церкви. Вот это и есть послушание. Каждое наше действие, каждое наше действие, и взрослых, и детей, оно имеет свои последствия. И вот свои последствия имеют как послушание, свои последствия имеют и непослушание. Ну вот несколько примеров, несколько примеров, когда, к чему приводило непослушание? Наверное, с него начну. К чему приводило непослушание? Вот первый праведник, первый праведник Ной, ну о нем Слово Божие так говорит, что поверил Ной Богу, да, братья и сестры, вот так вот, он проявил послушание, да, он понял, что придет потоп, получил, ну такое откровение от Бога, это можно, знаете, даже такое сравнение провести, как и мы получили откровение от Бога, то, что есть жизнь вечная, но Ной получил другое откровение, да, он получил откровение, что, ну, придет потоп, и есть возможность, есть тебе шанс Бог дает спастись, но если бы Ной сказал, Господи, не хочу слушаться, не буду строить ковчег, ну и проявил бы такое непослушание, то я думаю, мы бы не читали о праведнике Ной, да, о том прекрасном моменте, когда он послушался Бога и был спасен, это первое такое, ну как бы, в чем появилось послушание Богу, да, жена Лотова, братья и сестры, здесь уже непослушание, вот это вот такой собирательный образ, даже имя ее не указано, и Иисус Христос, даже будучи уже в Новом Завете, да, предупреждает, что говорит, вспоминайте жену Лотову, а в чем проявилось ее непослушание, а в том, что Бог сказал, ну, не смотри назад, в то место, откуда ты выходишь, смотри вперед, спасайся на гору, убегай, ну, вот так вот, ну, двигало, наверное, этой женщиной что-то такое, да, что она решила проявить непослушание Богу, в результате погибель, следующий пример отрицательный, когда младший не послушивался старших, это Раваам, помните эту историю, да, дети, вот, это сын Соломона, к нему приходят, он встал на царство, и к нему приходят, ну, переговорщики от народа, и говорят, облегчи нам Ига, облегчи нам Ига, ну, сними с нас такое бремя, ну, царь Соломон наложил большое бремя, потому что для того, чтобы страна процветала, нужно было много работать, и люди устали уже от такой работы, и просят царя, хорошее такое решение, облегчи нам участь нашу, он, да, я подумаю, посоветовался со старшими, да, ему дают совет, говорят, послушайся, народы, послушайся, они тебе будут служить долго, если ты удовлетворишь ихнюю просьбу, он, ну, подумал, хорошо, других послушал, своих сверстников, а сверстники, они им не дали хороший совет, они говорят, еще больше ужесточи к ним отношения, и он вот проявил непослушание, послушался своих сверстников, в результате 10 колен от него отошло, вот такое вот последствие, да, Даниил, это человек, который послушался Бога, вот издан указ в течение 30 дней, ну, вообще Богу не молиться, и царь Дарий, такое строгое наказание, кто будет, не будет исполнять его повеление, строгое наказание, что бросить в львиный ров, казалось бы, ну, Даниил, ну, послушайся царского указа, да, ты же занимаешь большую должность, ты премьер-министр, тебе, в принципе, 30 дней не молиться, у тебя же много очень дел, не послушайся Бога, послушайся языческого царя, в принципе, ничего не случится, 30 дней быстро пройдут, всего лишь месяц, а Данил понимает, ну, как я Бога не послушаюсь, и он, не стесняясь, не таясь, так же продолжает молиться Богу, послушание Богу привело его к тому, что он был спасен, даже когда его бросили в львиный ров, Бог такое чудо явил, что львы, которые там находились, они к нему не прикоснулись, а тех людей, которые хотели сделать зло, их съели, то есть, вот такое проявил Бог, Данил проявил послушание и был спасен, да, вот я еще такого нашел персонажа библейского, апостол Петр, ну, представьте, он, ну, такой был рыбак, очень такой, ну, опытный, и он до уверования, до уверования, ну, занимался сильно рыболовством, да, может быть, и после уверования где-то, может быть, находил время, и вот он закинул сеть и ничего не поймал, представьте, ловили, ловили, всю ночь ловили, ничего не поймали, и вдруг появляется Иисус Христос, и говорит Петру, Петр, закинь сеть по правую сторону, ну, Петр вначале повозмущался, говорит, наставник, ну, всю ночь трудились, ну, послушаюсь тебя, ничего не поймали, ну, послушаюсь тебя, и закинул сеть, и увидел, что он человек грешный, почему, потому что такой улов был, он Богу говорит, Господи, выйди от меня, я человек грешный, это дает результат послушания Богу, он увидел себя грешником, и впоследствии стал апостолом, и таким апостолом, который очень ревностно трудился для Бога. Братья и сестры, ну, и последний пример, последний пример послушания, да, это наш Иисус Христос, вот благодаря послушанию Иисусу Христу мы с вами стали детьми Божьими, мы теперь можем собираться вместе, мы теперь дороги друг для друга, и самое главное, что у нас есть будущность, наступит такое время, когда мы с вами вместе все будем у Господа в небе, потому что Господь так сказал, любящим его, он дает жизнь вечную. Что происходит, что происходит, когда я проявляю непослушание? Мальчики, девочки, а что происходит с вами, вернее, что делают вам родители, когда вы непослушание проявляете, а? А? Наказание, да, Иосиф? Сразу, да? Серьезно, сразу раз, непослушание, наказание. Ну, с одной стороны, может быть, правильно. Братья и сестры, вообще механизм, да, как человека проявить послушание, он, знаете, он очень интересный. Вот я нашел в книге Иова, знаете, такое место, как Бог реагирует на то, что мы проявляем непослушание. Вот как на это реагирует Господь? Вначале, вот это один из друзей Иова говорит такие слова. Ну, мы же с вами праведники, мы же с вами люди верующие, да? И вот он, Елеуй, говорит такие слова. Если, ну, так примерно своими словами, чтобы нам было понятно. Он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что они умножились. Братья и сестры, вот Господь начинает нам указывать на наши дела и беззаконие, потому что они умножились. Ну, то есть мы стали проявлять непослушание. То есть Бог нас не сразу наказывает. Бог начинает, а как Он указывает? Вот через проповедников указывает. Вот у нас каждый раз проходят собрания, как братья очень часто повторяют о том, что это наша школа, да, где мы учимся. И вот я же сижу на собрании, кто-то проповедует, я для себя что-то беру, анализирую. Господи, а в моей жизни не так, хочу от этого избавиться. Вот на беззаконие, потому что они умножились. Значит, как делать дальше происходит, да? И открывает ухо для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия. То есть вот открывает ухо через чтение Слова Божия, через проповедников, говорит мне, вот это нужно оставить. Значит, ты здесь проявляешь непослушание. Значит, братья и сестры, а вот дальше действия за нами. Если послушают и будут служить Ему, то будет благо, то будет хорошо. То есть если я послушал, если я послушал, значит я в чем-то исправляюсь. А если не послушают? Есть же такой вариант, что я не послушал. Мне говорят, а я не послушал. Вот тогда, как Иосиф сказал, тогда, наверное, нужно уже такое наказание. Кстати, в Библии, знаете, братья и сестры и дети, есть такое место. Но я смотрю, в последнее время оно мало применяется. А вообще розга очень серьезный такой аргумент для того, чтобы человек исправился. Но мы как-то вот в наше последнее время больше стараемся увещевать детей, подростков, с помощью, вернее, говорить им о непослушании с помощью какого-то увещания. Возможно, может быть, это и правильно. Мы все-таки сейчас считаемся больше с личностью детей, с личностью подростков. А вот Слово Божие говорит, что нужно применять и физическое наказание. То есть это розга. Братья и сестры, вот Господь тоже к нам, если мы не послушались, начинает применять различное наказание. И вот у Господа методов для того, чтобы применить наказание для человека. Наказание же это тоже один из видов исправления. Для чего человека наказывают? Чтобы он исправился. То есть конечный результат не для того, чтобы просто что-то было плохое, да, из наказания, а для того, чтобы человек исправился. Братья и сестры, вот мы с вами, мы с вами, вот здесь же находимся на пути следования в Царство Небесное. И вот мы когда-то проявляем непослушание. И что нам делать? А нам нужно поступить, как говорит Господь. Послушать и оставить. И вот последняя мысль, которую я хотел сказать, и мы с вами помолимся. Книга Откровения, 22 глава. 22 глава. Там, братья и сестры, последнее блаженство описано. Все, история человечества заканчивается. 22 глава, 12 стих, 14. Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни войти в город воротами. Братья и сестры, это для послушных христиан. Это все это последнее блаженство, чтобы мне войти в город воротами. А как войти? Через послушание Богу, через исполнение Его заповедей. Братья и сестры, мы сейчас помолимся. Я предлагаю помолиться Господу о том, чтобы нам вот в это время, когда враг старается сделать так, чтобы мы проявляли непослушание, нам все-таки проявлять послушание в жизни нашей. Чтобы Господь дал нам мудрости правильно воспитывать детей своих. У нас есть специально такая пятница, да, когда мы молимся, чтобы иметь такое видение от Господа, воспитывать детей в учении наставления Господним. То есть проявлять им, проявлять, чтобы у них проявилось послушание. И да поможет ли нам Господь вот так вот, живя здесь на земле, следуя в Царство Небесное, тоже проявлять Господу. Помолимся, послушание Господу, помолимся об этом. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok